Партия Аманат выдвинула кандидатов в президенты. В столице состоялся 24-й внеочередной съезд политической организации, в котором приняли участие 1200 делегатов из разных регионов страны. Главная цель сегодняшних реформ – утверждение принципов справедливости, равенства, единства. Последующие годы были непростыми для страны, однако Казахстан демонстрирует пример конструктивной политики, смелых шагов по сохранению единства общества, мира и целостности нашего народа. В сложной ситуации в современном мире в наше непростое время нам, прежде всего, нужна сильная личность, которая глубоко осознает государственную ответственность. Масштабные изменения должны иметь свое законное продолжение. А для достижения великой цели, идеалов, стоящих перед государством, нам нужен достойный лидер. Стоит отметить, внеочередные выборы пройдут 20 ноября. На пост президента республики уже выдвинуто 5 человек. Казахстан вступил в новый этап своего развития. Перед нами стоят глобальные задачи проведения глубоких политических и экономических реформ, построения нового справедливого Казахстана. В своем послании 1 сентября текущего года глава государства объявила в неочередных выборах президента, отметив, что населению необходим новый мандат доверия народа. Также предложено ограничить срок полномочия президента сроком на 7 лет и запретить переизбрание. Как экштабцы отреагировали на изменения в стране, узнаем. Положительное мнение, хорошие ожидания перемен новых социальной части, в первую очередь социальной части и внешней, внутренней политики Казахстана, чтобы было все нормально в Казахстане. Главное, не было войны. Ну, ожидаю честности, что люди пойдут, будут выбирать по своему желанию. Наверное, думаю, не так, как раньше было. Кто-то назначал, кто-то хотел своего кого-то. Думаю, посмотрим программы, какие будут. Мы пойдем на выборы. Ну, ожидания. Самые лучшие должны быть ожидания, естественно. Улучшение экономики, соответственно. Ну, как обычно, традиционно, цены и прочие все дела. И, соответственно, мирное небо прежде всего. Ну, во-первых, я пойду голосовать, ну, чтобы у нас все было благополучно и хорошо. Ну, нам царили надежду о том, что действительно новый Казахстан, жена Казахстан. Надежда остается. Ну, к лучшему изменится, я думаю. Прошлые президентские выборы прошли в Казахстане 9 июня 2019-го. Победу на них одержал Касым Жумар Тукаев, набрав 70,96 голосов избирателей. Очередной референдум должен был пройти в 2024 году. Кандидат на пост президента Республики Казахстан должен иметь гражданство по рождению, проживать на территории страны последние 15 лет, иметь высшее образование, быть не моложе 40 лет. Также обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на госслужбе не менее 5 лет и свободно владеть государственным языком. Прежде всего, мы все и весь народ Казахстана ожидает предстоящих выборов, дальнейшую политическую трансформацию страны. Сделано уже многое, предстоит еще больше сделать. И, конечно же, новые подходы социально-экономического развития нашего государства в условиях сегодняшнего дня. На повестке стоит глобальное изменение мирового положения. Поэтому, конечно же, мы ожидаем улучшения благосостояния нашего народа. Размер избирательного взноса составляет 3 миллиона тенге. Избирательный взнос возвращается к кандидату, если он будет избран на должность, либо наберет не менее 5% голосов. Кроме этого, на сегодня уже представлена смета расходов на выборочную кампанию в Министерство финансов. Ее размер составил 20,5 миллиардов тенге, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова